Помолите. Благословения у Господа попросим. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Пресвятая Троица Божия наша, слава Тебе, Всемилостивый Божий, помоги нам в научении по Слову Твоему Святому и в этой беседе занятия. Даруй нам, Господи, все это сложить в сердце нашем, как некогда святые мужи и жены складывали в сердце понятия Тебе, Господи и Творце. И в нужное для нас время, чтобы всегда слова Твои помогали нам исполнить все, что Ты заповедал, чтобы мы достигли небесной пристани, Царство Твоего Святого. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу в этих веках. Аминь. А где преподавательница-то еще одна? Ну, Надежда. Где она? Чего-чему нету-то ее? Я тоже тебя могу. Как-то тут что-то порешили, что я всегда ведущий, что ли, буду. Ну, в смысле, не знаю, как... Твоя ревность, брат. Дело все в том, что Надя-то она готовится. Но она всегда готовится. Я не знаю, так порешили, я не знаю, что решили, что я всегда буду, что ли? Да я вел-то всего раз в месяц. Я слышала, что ты сегодня проведешь тоже. Не, ну я могу провести. Провести с ним? Ну, это сказали мне, я проведу. Все, спасибо, Христос. А я думал, у меня как бы закабалили, я это страшно не люблю. Я как вылюблю свободу. Ну, свободные люди. Потому что вдохновение, оно дается только иногда. Ну, хотя на вас у меня вдохновения всегда хватит. Уж поверьте мне. Я пока не увижу у вас веры. И я не отстану, как бультерьер. Знаете такого бультерьера? Да, я не знаю. Ты видела бультерьеры? Это такая собака. Это такая собака. Это такая собака. Она как собака, да, у нее нос, ну она много. Нос, как у меня, у нее такой длинный, такой. Она видит сразу, все видит. На хозяина нападают или нет. И мне тоже Господь дал нос такой, чтобы нюхать веру. Раз посмотрю в глаза только. А если кто рядом со мной живет, ну моментально видно сразу все. Надо вас по одному, как Янафу, ко мне жить. Да, у меня есть где. Это в фильме «Апостол», там тоже такой есть момент. Нюхай, говорит. Кто, говорит. Ну не знаю, родители против будут. Ну вот хорошо, одна родительница согласилась. Надо уметь делать все, я вам хочу сказать. А то насмотритесь вот этих фильмов современных. У вас там компьютеры, все едят в кафе, в ресторанах, как не посмотришь. Не было никаких кафе-ресторан в моей молодости. Были столовые, которые нужно было тоже нести деньги. Потому что борщ там стоил 12 копеек. А второе блюдо было самое дорогое, потому что там всегда мясо присутствовало. Там копеек под 50 было. А 50 копеек, это как сегодняшнее, наверное, ну так рублей 500, наверное. Ни на что не возьмешь. Так что всегда нужны были деньги. И поэтому всегда готовили. Я вот маленький был такой, как Тарас, я помню. Я уже картошку чистил. И я полюбил чистить картошку. И когда я попал в армию, и попадал в наряды вне очереди, я забирал все, вот такую вот огромную кастрюлю, стояла, не знаю, на сколько там ведет, наверное, на пять. И нужно было ее полную начистить. Сидели там, истории рассказывали. Я говорю, вы рассказываете истории, а я буду за вас картошку чистить, а то мне мало. Вот со мной любили ходить в наряды вне очереди. А я что, все перечищу, все сидят уже. А как сели, только закурили, увидали офицеры там, ну или старшие там сержанты, они сразу так, все, нечего делать. Вперед, а там туалеты деревянные. И там толчков много, с одной стороны, с другой. Перегородок никаких. Если дизентерии заболели, то там, сами знаете, картина такая. Сидят вот так вот рядами. Человек вот так вот, 15, вот так. И все вот так, как вороны. И все это, естественно, сами понимаете, какой духан там, и все, и все, чистишь. Ну, как картошку чистить? Поэтому быстро чистить картошку тоже не полезно. Все надо уметь, понятно? Все преодолеть нужно. У вас это не настроено нисколько. Вы думаете так, где белоручки применить? У нас сейчас возрождение от революции идет в обратную сторону, шарахнулось все. Это то же самое, что было на горе Хариф. То же самое, я смотрю, вот. Вы просто не умеете делать эти аналогии. Для чего собрался народ с Моисеем в горе Хариф? Сейчас проверим вас. Для чего Господь привел в горе Хариф народ вместе с Моисеем? И он туда пошел. Для заповедей, чтобы взять заповедь. Заповедь. Что такое заповедь? Что такое? Закон. 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 Кто знает хоть один сейчас закон, который в государстве? Какой закон мы можем сейчас взять? Какой закон есть? Государственный закон. Какой? Вот у нас государство. Какой закон есть? Хоть один кто скажет? Юристов еще среди вас нету. Но закон это вы знаете. Ну давайте так. Вот я, допустим, идет кто-то по улице и подошел к тебе и говорит, ну-ка ты там, что это ты тут так ходишь тут это сама. Какой закон есть против него? Есть закон? Ну, вроде да. Хулиганство называется. Что ты пристаешь? Вот ты просто любой подошел к тебе и так, ты это, что тут? Только сказал тебе вот это, все. Он пристает к тебе, ты сразу можешь слово и дело, как раньше говорили. Слово и дело и руку поднимали, и кричали громко. И сразу раз откуда-то прибегали люди, они назывались Саглядатая, шпики их еще звали, это при царе батюшке, страшно не любили. Потом перешло шпионы стали называть. И что такое у тебя? Вот этот человек ко мне приставал. Так, ты что пристаешь? Как фамилия? Все записали, городового позвали. Знаете, кто такой городовой? Не японский, а городовой наш. Это такой здоровый дядька, здоровый дядька с усами. Иногда с бородой. У него фуражка, вот тут шашка, вот тут пистолет. Он тебе хоп за шкорник, вот так вот, волосатой рукой, городового, и в урядный, к уряднику. И дальше разобрались с тобой. Вот закон, что значит такое, понятно? Так вот, Господь дает закон совести, чтобы вам городовой постоянно не ходил, от Бога, ангел, губитель. Вы должны совесть применять у себя. Она где-то вот в голове или в сердце, еще точно никто не выяснил. Но она там, где душа находится ваша. И у всех у вас есть душа. Понятно? Кто не верит, что души у него нету? Поднимите руки. А почему верите? Знаете почему? Проверка какая, проверка какая, что у тебя душа есть. У тебя есть. То, что воскреснешь. А? То, что воскреснешь? Ничего себе, ты много знаешь. А еще есть, очень легко проверяется. Господь дал две заповеди. Называется такое, знаешь, я тебе сейчас скажу. Вот у вас есть же маленькая такая белит существо там? Как звать? Караметка. И что ты ее? Любишь. Любишь караметку? А маму любишь? Так вот, проверка – это любовь. Господь два раза говорит, люби меня, люби себя и люби ближнего. Люби себя. Да. Ну, так как себя и ближнего – это человек, поэтому мы оставляем так бы два. То есть, люби человека. И люби ближнего, и люби Господа Бога твоего. А от человека мы переходим на меньшее создание. Если мы любим уж человека, то вот эти-то, которые неразумные, конечно, мы их всех любим. Но у нас по-другому это слово звучит. Там, любить, там, нравиться и так далее. У англичан у них все одно. Все только любить. Все рублено. Русский язык, он, видите, господство православия в душах людей, оно все-таки побудило нас такой язык выбрать, которым можно рассказать намного больше. И вот, когда случилась эта катастрофа сто лет назад у нас в России, когда царя-батюшку оболгали, ну, то есть, наше вот это православное государство решили масоны уничтожить. Они давно решили уничтожить сатана. Потому что оно, хоть и было такое неказистое православие, но это все-таки была вера людей. Да, там иконы были, конечно, и так далее. Но, однако, просто так столько храмов не строят. И храмы были заполнены. Я еще видел людей старых, очень старых. Даже когда, сколько, ну, лет 20 назад им было по 100 лет. Представьте, сколько там тогда было. 20 и минус 100. Ну, то есть, они жили еще при царе. И они говорили, что вот так, как сейчас нету. То есть, храмов много, а там никого нету практически. Только на праздники толпятся полупьяные. Тогда люди ходили благочестиво, в поисках ходили обязательно, в поиски были. У тебя сейчас-то не поймешь, что там, где есть полузаправлено, там. Хорошо, что ширинка не расстегнута. Ну, такое видно уже, что подходящий уже к этому делу человек. Человек. У нас такие, это, сколько ты уже в общем находишься? Ну, с рождения. С рождения. А ему уже 14 лет, да? Да, как 15 лет. Скоро, ну, 14. И он до сих пор не знает, что кофта должна быть вот расстегиваться вот такой. Для чего? Чтобы ты просто показал, раз, вот так расстегнул, вот так, чик, сюда, сюда. Да, раз еще маленький, не можно, в последний год. Или пиджак должен быть, или, ну, у меня, видишь, где я. Или под рубашкой. Или, да, или под рубашку просто взял тогда, оделась и тебе холодно. Сейчас очень много термобелья всякого. Ну, то есть такая майка, она тепленькая. Вот Игнатиночка, 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 скажите слово. Сейчас, я спрощу, чтобы там не читали, али. Так, ну, относящиеся к благослужению, это сложно, все. Батюшка у нас заболел, все знают, да? Молитесь обязательно за батюшку, потому что... Мама ездила. Ездила? Хорошо. Очень хорошо. Потому что сложная операция была такая, внутренняя. Это, как назовут, аппендицит, да. Аппендицит. Хорошо, что сейчас без хирургического вмешательства, грязного, когда режут вот так вот человека. Ну, слава Богу. И все это так случилось, что батюшка не потеряет, ты был, а был здесь. Ну, Господь просто чудеса делает. А так бы было очень сложно. Ну, вот так Господь делал. Кстати, заметили, сколько чудес у нас в последнее время? Да. Сколько у нас человек раком заболели, и Господь... Вот это... Брат наш, Сергей Павлович. Потом вот сейчас Татьяна. А, Лянзина. Тоже, видите, как Господь... Дают уже даже человеку прям жить несколько месяцев. А Господь так делает, что исцеление идут. Это все примеры для нас с вами. И вы тоже должны эти примеры брать. Никогда... Никогда лучше у вас времени, периода для уверования в Господа Иисуса Христа не будет, как этот период вот сейчас перед... Ну, называется у католиков конфирмация. То есть, когда человеку исполняется 12, 15, 16 лет. Там точной цифры нету. Почему? Потому что непонятно, вера, она не с рождения. Веры нельзя с верой родиться, как думали иудеи. Вот они рождались, а я родился иудеем, все. Меня не трогайте. Я зашел в что? После чтения апостола, брат Себастьян сразу считает проповедь Златоуста. А раз он считает, а Володя здесь снимает, значит, у нас выпадает. Я скорее написал и сказал, что Златоуста, посчитайте, когда возвратятся дети, вы возвращаетесь, и с ними возвращается наш режиссер. Потому что важно то и другое, а снимает только один аппарат. Люди спрашивают об этом. А здесь надо заснять целиком. Почему? У вас такой учитель. Тем более он готовится на операцию, как я понял. Так? Нет, нет, не операция пока. На болезнь, нет? Нет, пока не операция. Пока будут обкалываться. Ну, не важно. Дело в том, что ваши занятия тоже уходят, если не записывать, оторвать. Мне хочется оставить это целиком для будущих. Поэтому Володя старался не отрывать себя. Раньше я делал, отрывал, там, идите. Чтобы дяде Игоре сохранились эти занятия с вами. Они на сегодняшний день имеют приоритет перед другими, какие были. И сестры хорошие, но в прошлый раз мы даже проголосовали здесь. Ну, учитель, мужчина, он имеет несколько плюсов. Минимум 25% выше женского. Это в Англии были опросы людей. Самые умные женщины, самые умные. А они на 25% ниже мужчины. Мужчина мудрее. Так Бог сделал. Это не в нашей стране, везде. И поэтому его занятия, они, ну, больше рейтинг имеют. Поэтому целиком я его оставил здесь. Вам сказать определенно. Вот вы как приходите сюда, и всегда ставьте задачу перед собой. Обязательно то, что я научусь, дома повторить. Родители этого не слышат. А вы им расскажите. Сегодня у нас было занятие, и тема была такая. И дальше расскажите. Тогда дремать не придется, баловаться не будет. Вот это вот больше всех мешает. Так, иди-ка сюда. В Ликерию. Ко мне иди сюда. В Ликерию. Иди. В Ликерию, иди ко мне сюда. Когда у нас там 7 минут, в это время я гляжу, ты тоже ворочалась. Эту девочку смущает. Во время, когда идут у вас здесь занятия, чтобы она сидела, дядя Игоря, с левой стороны, как женщина. Иди туда, посади рядышком. И чтобы она никуда не уходила, не под каким видом. Иначе я займусь ею. Будешь участвовать, тоже. Вот так, сиди рядом. Можете за дядю Игоря держаться. Вон она где сидит. На вопросы отвечать, когда спрашивают. А потом, когда кончится, там будете, там можешь поиграть. Она очень подвижная, гиперактивная, называется дети. И это связано с родительским грехом. Это неположительно. Ребенок, вот я смотрел, мусульманы не сели за стол, вот так руки положили. И никуда. Это в школе сидят они. Учительница говорит, они вот. И какой-то один повернулся. Учитель начинает, сколько учеников было, он всех подзывает, что-то спрашивает, не знает. И он его плетью. Следующее. Одного вышвыривают только. Я посмотрел и задал мусульман. Вот у нас такое преподавание, ну это такой учитель. Там нигде. Вот они сели, девочки, сидят все в платках, как наши, вот такие красавицы. Вот так руки, так как глазами водят. Я разговаривал с человеком, которых учитель был японец, а он кореец. Видимо, в Корее преподавали. И он рассказывает. У нас, говорит, такой учитель ходит, у него толщиной, примерно, в палец, линейка. И вот такой высоты он ходит, на ее опираясь, на линейку. Мы сидим вот так, нам разрешают повернуть голову на 15 градусов, когда спрашивают. Градусы знает. А больше, больше он сразу поставит, тебе подходит, как эта линейка резанул. Вот у меня вот такой, говорит, валдырь, говорит, с неделю стоит. Эти люди многое успевают сделать. На маленькой земле много населения. И как они трудятся. У них нет нефти. Они, говорит, нету. Угольная промышленность. Но нет угля в Японии. Там острова, островное государство. У них нету жемчуга. Там, где моллюски, где-то. Ну, и говорят, перечисляют газа, нету. А чего у вас есть? Они говорят, у нас есть серое вещество. И мы его разрабатывать будем. И у нас будет уголь, будет нефть. И вы все к нам повезете. И они столько сейчас искусственно раковин открывают, показывают. Вывешивают они там, в морской воде-то. И жемчуг собирает. Он дешевле, раза в три. Качество маленько похуже. Но стали брать у них. И они эту серию других, там, говорит, на колени поставили. Вот как надо развивать это серое вещество. Оно называется как? На четыре буквы. Вот так. И вы пришли сюда, и вам дается божественное. Учителем у вас не дядя Игорь здесь только. Но над ним Христос есть. Я в прошлый раз записали вас здесь и выставил. Написано. Ревность по житию Климента Ахридского. И выставил тон такой. У него три тысячи учеников было. Он составил там азбуку для народа. Я не знал, так много у него книг написано, оказывается. Святой, очень почитаемый. В Болгарии университет имени Климента Ахридского. А у нас его даже не знают. Вот кому надо почитать. Как он учил? Вот это даже и медь. Вы по форме одеты. У тебя там не просвещивается еще рукава? Это у нее тело-то обидно? Ну, непонятно. Это если тело-то просвещивается. Значит, должно быть, если ты сверху такую решила надеть, это у вас не храмовая. Храмовая вот в полоте одета. Одного света. В храм. А тут ее как распупырит, она бедная стоит. Ты не знаешь куда. Она в елку пришла. Это не храмовая одежда у тебя. Сделай широкие, большие рукава, они широкие, нормально. А это ты дома можешь надевать. В школу. А так надел, у тебя тело-то голое, его бедать. Ну, мы тут поговорили уже вот за свитер тоже. Сейчас поговорили. Я говорю, вот этот нормальный свитер. Никогда на подпородок не натягивай. Это не надо. Это блатные так делают. Загнивай. Верни воротник. Загнивай. Все. Вы должны пойти отсюда другими. Как выше сейчас туда, а потом дома, чтобы рассказали. А остальное я потом вам скажу. Слышали это? Дядя Игорь, смотри, что воронюх. Она нормально сидит. Смотри. Ей не позволяйте лишнего. А то она растения была. Она за год почти не подросла нисколько. Вот что видите. Малышка такая. Так что ей предупреждайте. Никакой игры в храме нету. Чтобы она стояла. Боже, молилась, тут не заставишь. Но бегать нельзя в храме. Все, пока. Спасибо, Христос. Наши интересно было, когда учитель выходил, все вставали. Поклон. Здорово было. Сейчас никакого. Я хотел допомнить библейский сюжет про Соломона. Сейчас Игнатьев сказал про мозги-то. А Соломона тоже. Какая молитва-то у него была к Богу, когда он был еще юношей. Чего он просил-то у Бога? Он говорит, мне не золото, ничего. Говорит, Господи, дай мне как перед народом. Мудрости, правильно. И отсюда у него все пришло. Мудрости. Ну, это в мозге есть. То есть, в простоналичии говорите. Они тогда говорили литевато. Приятно слушать. А если не умели говорить, то молчали. Дело все в том, что сейчас вот Севастерин прочитал все. Уже надо идти. Без проповеди у нас времени вообще нигде. Ну, что там, Соломон, прочитали 12 минут и все. Я хотел бы сопоставить вот тот приход. Они пришли получить законы. А начали говорить, придумывать себе законы сами. И придумали себе законы вот этого золотого тельца. О котором как раз надо читать. Но нам уже некогда. Поэтому, никогда не придумайте своего. Для этого есть вот Слово Божье у нас. Господи, слава Тебе. Слава Тебе. Помоги нам, Господи. Чадом всем помоги. И нам всем. Пойдемте молиться с братьями. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.